всем привет с вами зонг и его любимый джаггернаут мамонт е100 в этом видео я хотел бы поговорить с вами вот о чем в эту игру играет очень много людей очень разных людей каждый из них ставит перед собой свои задачи кто-то играет ради удовольствия кто-то ради статистики кто-то вообще непонятно ради чего играют но цель как бы все игры победа команды или твоя личная как победа в любом случае победа а для этого как бы все средства хороши но в современном рандоме мы видим что командные игры естественно со случайными игроками невозможно достичь даже когда ты играешь на стэшке и тянешь остальных в раж еще не факт что во первых они за тобой поедут во вторых что они поедут и буду действовать как и ст а не как пт там дрочить кустах пока ты врываешься этого в топ ладно а вот я о чем что иногда если вы сами не будете подавать пример или как-то пытаться играть как команда то от этого бывает зачастую зависят результаты боя победа или поражение что в данном случае мы видим на е100 хочу отметить у меня один из самых опытных экипажей они уже закачивают 5 перк голдовый сетап хотя в этом бою забегая вперед хочу сказать что я не выстрелил ни одним голдовым снарядом е100 хоть и голдозависимый но в принципе тогда может и на бэбэшках у нас стандартная ситуация тяжи едут на север 1.54 решила поехать с нами честно говоря ехать сюда на стэшках это такая творческая игра которая портит команде от нее гораздо больше пользы на другом фланге здесь она только мешается и мешает нам тем временем обратите на альфа тапок вот он уже 64 процента прочности 33 процента прочности последите за ним то меня засветили к сожалению враг знает что я здесь а я зарядю фугас сейчас очень удачно посмотрите я замечаю вафлю и понимаю что сейчас будет идеальная стыковка моего фугаса и ее рубки да альфа тапок обратите внимание два процента сейчас он уже должен выйти в ангар но его не пробивают а мы продолжаем принципе на этом фланге у нас преимущество в том числе и по танкам но к сожалению не по скилу можете посмотреть на пятьдесят четверку нашу же только играет наш фош наша вафля об этом особенно три четверка то лица в ангаре стрелки фугасом наверное что лили там критану вафли а там критану точно много всего е50 но у ястос уже не хватает скорости сведения стреляю когда он уезжает ну промахиваюсь владелось бы быстрее попал бы или может быть подождал бы еще полсекунды свелезь любом случае я продолжаю рашить на этом уголке играть от бортов очень опасно если у противника есть артиллерия она у них есть и и фугаса как-то пофигу какой-то непонятный промах опять я не понимаю куда делся снаряд в танк вообще не попал ну да ладно так вот фугасом ты пофиг на ваша борта на и 100 я не ставил противосковочный подбой честно говоря как-то мне жалко было тратить модуль у меня есть на яге и 100 на я 100 вот не поставил я на оси еще есть на и 100 много экранов они как позволяют и без этого находиться вот я такую но из 3 выбирает нашу шутную 54 в принципе он прав я зарядился выезжаю добираюсь от третьего я могу стрельнуть по вазику но вазика бы я не убрал атака сделал минус ствол вазик видит что я выстрелил решает тоже сделать минус ствол или что он целится в альфа тапок и я пытаюсь как могу его закрыть это не получается но я ему все-таки мешаю он опять не пробивает этот счастливый альфа тапок и уходит в ангар если бы я не мешал вазику возможно он бы прицелился лучше и отправил нашу альфа тапка в ангар наши вафля почему-то убивает нашу 34 видимо там за кадром какой-то конфликт произошел любом случае раз он поглубел от этого сразу видно что чувак так делает постоянно за что кстати карма и покарал его види фугаса торты третьего в принципе эти все не сильно серьезные противники для и 100 и до сих пор полная прочность и истри меня сейчас до сих пор и пробивает а я щас делаю какую-то глупость я заряжена бэбэшка я почему-то вместо того чтобы стрелять куда-то еще стреляешь в щеку и не казалось в должно было пробиться но нет это за ним доставить не фугаса торты выезжает из 8 целый сходу пробивает и и вот пожалуйста тысячи хп как не бывало к счастью засвечивается коричневая в ангар животное да одни воздражения меньше что если еще лишь сомпер объектами и из 8 тоже в принципе не сильно серьезный сомперник у меня прокачен ремонт поэтому гусли чинится очень быстро тем временем если обратить на мини карту остальные всего врага лица легких силы стэшек ворвались на нашу базу и истребляют нашу арту если бы допустим они не делали бы этого просто сходу стали брать базу не знаю возможно бы у них бы и получилось возможно нет но они решили сначала найти арту и убить ее вторую арту убивает наш 90 молодец у них на базе остается только 34 она стреляет не в меня а мне нужно скорее сократить до нее дистанцию я уже вижу в какой ветер дует в какую сторону и нужно скорее доехать до захвата стреляет 34 на ходу она тоже кажется перенервничала и выстрела никуда вижу что на базе у нас остался один индейец его начинает окружать убивает 34 она мне напоследок ставит гуслю жал тут уже счет идет на секунды надо срочно заезжать в круг на нашей базе никого не осталось видно там два танка я думал что там все трое что они сейчас встанут в круг забегая вперед немножко покажу что я ошибся мы так же доползаем до круга обратите внимание я это альфа тапок и ИС-3 как раз соединяемся с нашим демонстиком альфа тапок тот самый двухпроцентный которого я защитил если можно так выразиться почему я на этом сакцентировал внимание сейчас поймете у нас четыре танка заползают потихонечку в круг у них вроде как я думал 3 вроде мы выигрываем но оказывается не 3 а 2 фвшка появляется из ниоткуда не в простреле а она убивает этого самого альфа тапка на секундочку представьте если бы альфа тапку убили там и до круга доехало бы трое она бы вылезла обязательно из кого нибудь из нас троих сбил бы захват а так на последних доли секундах победа мораль всего боя помогайте вашим союзникам играйте в командную игру и вы будете побеждать всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока субтитры